Добрый день! Хочу напомнить слова выдающегося русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева. Сами трудясь, вы многое сделаете для себя и для близких. А если при труде успеха не будет, будет неудача, не беда, попробуйте еще. О чем это высказывание? Если посмотреть с точки зрения изучаемого нами предмета, то химия очень интересная наука. Она вокруг нас, но она достаточно сложная. И часто вы опускаете руки, расстраиваетесь, что не понимаете многого. Но так нельзя. Нужно обязательно пробовать еще и еще раз, и удача вас не покинет при достижении цели. Итак, начнем наш урок, который называется «Решение тренировочных упражнений. Решение типовых задач». Нам предстоит вспомнить много пройденного материала. Мы закончим уравнение реакции на химические свойства веществ, решим несколько задач, цепи превращений и ответим на вопросы теста. Итак, начнем. Для начала мы ответим на несколько вопросов теста, чтобы повторить некоторые классы соединений и их свойства. Вещество, формула которого натрия H относится к группе веществ. Амфотерные гидроксиды, нерастворимые в воде основания, растворимые основания, средние соли. Какой правильный ответ? Растворимые основания. Кислота состоит из атомов металла и кислотного остатка, атомов водорода и кислотного остатка, атомов металла и группу H, атомов любого элемента и атомов кислорода. Итак, ответ — атомов водорода и кислотного остатка. Установите соответствие между формулой оксида и соответствующим им основанием, кислотой и эмфотерным гидроксидом. Посмотрим на формулы оксидов SO3, бириллий О, барий О. Формулы кислоты оснований. Перед вами список. Здесь не все формулы, которые нам необходимы. Давайте выберем. Итак, SO3. Ему соответствует серная кислота, бириллий О — гидроксид бириллия, и барий О — гидроксид бария. SO3 — это кислотный оксид, бириллий О — амфотерный оксид, а барий О — основный оксид. Фосфорная кислота взаимодействует с веществом, формула которого — P2O5, кальций OH дважды, NHnO3 и серебро. Ответ. Кальций OH дважды. К классу солей относится вещество, формула которого — N2O2, NH3, N2S и H2SO4. Формула N2S будет правильным ответом. Сульфид натрия. Продуктами реакции калия с водой являются Соль и вода, основание и вода, щелочь и водород, кислота и водород. Щелочь и водород. Калий — щелочной металл. Практически осуществимая реакция между веществами, формулы которых Купрум-О и НО, силициум-О2 и СО3, углекислый газ и оксид кальция, оксид ртути двухвалентной и вода. Правильный ответ. Углекислый газ и оксид кальция — это два оксида, один кислотный, один основный, образуется карбонат кальция. Нельзя получить нитрат алюминия взаимодействием веществ. Гидроксида алюминия с азотной кислотой, оксида алюминия с азотной кислотой, алюминия с разбавленной азотной кислотой, хлорида алюминия с азотной кислотой. Ответ 4. Хлорида алюминия с азотной кислотой. Давайте составим уравнение реакций и дадим еще раз пояснение, к каким свойствам они относятся, какие правила и условия нужны для протекания их реакции. Итак, перед вами реакция магния с нитратом свинца двухвалентным. Давайте посмотрим вначале на ряд активностей металлов. Итак, свинец стоит правее магния, значит магний будет сильнее, и он вытеснит из соли свинец. Образуется нитрат магния и свинец. А теперь посмотрим на следующую реакцию. Алюминий плюс сульфат меди. Алюминий по отношению к меди стоит тоже левее. И, следовательно, реакция тоже произойдет. Образуется у нас сульфат алюминия и выделяется чистая медь. Не забываем расставлять коэффициенты. Следующая реакция серебро плюс нитрат ртути двухвалентный. Посмотрим, где же в ряду напряжения стоит ртуть и серебро. Они стоят следующим образом. Ртуть левее, чем серебро. Она входит в состав соли. Серебро не сможет вытеснить ртуть из данной соли. Значит, реакция не идет. И мы просто перечеркиваем равно без записи продуктов реакции. Они не нужны. Их не будет. Следующая реакция сульфат железа двухвалентного плюс гидроксид калия. Образуется нерастворимое в воде основание гидроксид железа двухвалентного и сульфат калия. Расставим коэффициенты. И перейдем к следующей реакции. Это оксид магния и оксид фосфора пятивалентного. Оксид магния является основным оксидом. Оксид фосфора пятивалентного является кислотным оксидом. Следовательно, реакция произойдет и образуется. И расставляем коэффициенты. Перед оксидом магния нужно поставить коэффициент 3. С какими из перечисленных веществ реагируют серная кислота и гидроксид натрия? Это переборное упражнение. Перед вами написаны вещества. И простые, и сложные. Давайте разберем, с чем может реагировать то или другое соединение. В данном случае серная кислота и гидроксид натрия. Посмотрим. Магний взаимодействует с серной кислотой. Оксид ртути двухвалентный. Основный оксид взаимодействует с серной кислотой. Силициум-О2 это кислотный оксид. Соответствует кремниевой кислоте, поэтому будет реагировать с гидроксидом натрия. Сульфат релиза двухвалентного будет реагировать с гидроксидом натрия. Образуется нерастворимое в воде основание. Щелочь реагирует с серной кислотой. Кальций-СО3 это соль, стоящая из металла и слабой кислоты, угольной. Поэтому реакция будет происходить. И вы смотрите, у нас осталось только простое вещество серебро, которое ни со щелочью, ни с кислотой не будет взаимодействовать. Почему? Потому что для серной кислоты нужно условие, чтобы металл стоял до водорода, по нашему правилу. А серебро стоит в ряду напряжений после водорода, значит реакция не произойдет, по нашему правилу. А с гидроксидом натрия реагируют металлы, у которых амфотерные свойства. Такие как алюминий, цинк и так далее. Но серебро не обладает такими свойствами. Поэтому мы его вычеркнем из нашего списка. Решим задачу. Какова масса 11,2 литров углекислого газа при нормальных условиях? Запишем дано. Нам дан объем углекислого газа, а надо найти его массу. И решение. Для решения данной задачи мы должны использовать формулы расчета количества вещества. Вспомним. ню равно объем, деленный на малярный объем. И ню равно массы, деленной на малярную массу. Вот эти две формулы нам сейчас нужно объединить в одну. Почему? Потому что если мы будем отдельно вести расчет, а такое возможно, мы получим просто одно и то же вещество ню. Поэтому мы их можем приравнять. И образуется у нас следующая формула. Объем, деленный на малярный объем, равен массе, деленной на малярную массу. Отсюда нам неизвестна только обычная масса, маленькая m. Мы ее выведем следующим образом. Объем умножить на малярную массу и делить на малярный объем. Что нам необходимо? Нам нужны молекулярные массы, а следовательно, малярные. То есть малярная масса углекислого газа 44 грамма на моль. И используем малярный объем. Как вы помните, он равен 22,4 литра, деленной на моль. Отсюда масса будет равна 22 литра. И ответ записываем. Масса углекислого газа 22 литра. Упражнение с невозможными реакциями. Перед вами уравнение реакций. И они точно не протекают. Нужно дать пояснение, по какой причине эти реакции невозможны. Итак, начнем с первого. Серебро плюс соляная кислота. Металлы различаются химической активностью. Испытаем четыре металла. Магний, алюминий, железо и медь. Приготовим пробирки с соляной кислотой и погрузим в них металлы. Медь не реагирует с раствором соляной кислоты. Железо медленно вытесняет водород из раствора кислоты. Алюминий более активно реагирует с раствором соляной кислоты, вытесняя водород. Наиболее энергично вытесняет водород из соляной кислоты магний. Мы увидели, что металлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжений до водорода, железо, алюминий и магний, вытесняют его из раствора кислот. Металлы, стоящие в ряду после водорода, в нашем опыте медь, не вытесняют его из кислот. Серебро стоит после водорода в ряду напряжений металлов. Реакции не идет. Нитрат бария с гидроксидом натрия. Будет реакция? Нет, не будет, потому что нерастворимого в воде основания не образуется. Оксид бора реагирует с соляной кислотой. Кислоты не реагируют с кислотными оксидами, каковыми является оксид бора. Оксид меди двухвалентной реагирует с водой. В состав оксида меди входит неактивный металл медь. Реакции не будет. Кремний плюс серная кислота. Кислоты не реагируют с неметаллами. Кремний не металл. Углекислый газ взаимодействует с оксидом фосфора пятивалентного. Оба этих оксида являются кислотами. Они не взаимодействуют друг с другом. Решим цепь превращения. Перед вами ЦС2. Из него нужно получить сернистый газ. Из него получаем барий-СО3 и бромид-бария. Итак, первая реакция. Добавляем кислород. Сложные вещества реагируют с кислородом. С образованием двух газов. Сернистого и углекислого. Следующая реакция. Из сернистого газа нужно получить сульфид-бария. СО2 плюс барий-О образуется барий-СО3. Третья реакция. Из сульфида-бария получаем бромид-бария добавлением бромоводородной кислоты. Она достаточно сильная и вытеснит сернистую кислоту из раствора соли-бария. Посмотрите внимательно. Сернистая кислота неустойчивая и распадается на воду и сернистый газ. Можно записывать такое в одну строчку, а можно писать по той схеме, как и у меня. Перед вами задача. Сколько моль гидроксида натрия вступит в реакцию с 1,6 г сульфата миди двухвалентной? Это задача пятого типа. На вычисление введем по уравнениям химических реакций с использованием пропорций. Запишем дано. Дана масса сульфата миди двухвалентного. И необходимо найти количество вещества гидроксида натрия. Каково же будет решение? Если это задача пятого типа, нам необходимо написать уравнение реакции. Гидроксид натрия взаимодействует с сульфатом миди двухвалентного. Образуется сульфат натрия и выпадает в осадок гидроксид меди двухвалентного. Подчеркнем то, что надо найти и что нам дано. Это гидроксид натрия и сульфат меди. Обратите внимание, что сульфат меди дан в граммах. Значит, мы к нему считаем молекулярную массу и записываем молярную массу. Хочу еще раз напомнить, что расчет молекулярной массы можно не вести. Можно сразу писать молярную массу. Но если кто-то хочет, это не является ошибкой. У нас гидроксида натрия 2 моль, это коэффициент, и 1 моль сульфатом миди. Итак, записываем. По уравнению 160 грамм сульфатом миди нам даст 2 моль гидроксида натрия. По данным, 1,6 грамм сульфатом миди даст нам х моль. Отсюда х равен 0,02 моль. Ответ. Количество вещества гидроксида натрия равно 0,02 моль. Это одна из простейших задач, но усложнена тем, что мы ищем не массу по массе, а по массе ищем моли. Хотела бы напомнить, что пропорции очень удобные, что известно, если две массы, можно найти и моли, и объемы, и массы, и другие величины, например, количество теплоты. Еще одна цепь превращений. Из сернистого газа получаем СО3, затем получаем сульфат железа двухвалентного, нитрат железа двухвалентного и в результате получаем нитрат калия. Первая реакция добавления кислорода к сернистому газу приведет к образованию оксида серы шестивалентного. Вторая реакция, СО3 плюс феррум О, это два оксида, приведут к образованию сульфата железа двухвалентного соли. Сульфат железа двухвалентного и нитрат бария дадут нам при взаимодействии нитрат железа двухвалентного и выпадет белый осадок сульфата бария. Еще раз хочу напомнить, что есть особенные реакции, такие как добавление нитрата серебра. В данном случае можно к сульфату добавить нитрат бария или хлорид бария, и выпадет у нас белый осадок сульфата бария. То есть видим сульфаты, добавляем нитрат бария, хлорид бария. В некоторых случаях добавляют нитрат кальция. И четвертая реакция, из нитрата железа двухвалентного нужно получить нитрат калия. Добавляем щелочь и образуется нерастворимое в воде основание и нитрат калия. На основании изученного ранее материала можно сделать следующий вывод. Все вещества относятся к разным классам неорганических соединений. Они связаны друг с другом. Зная классы неорганических веществ и их свойства, можно составить уравнение реакции, получить из одного класса соединений другое, решать различного типа задачи. Это все звенья одного механизма. На уроке мы отобразили взаимопревращение между веществами различных классов неорганических соединений. А это еще раз подтверждает, что есть связь между ними. Как я говорила в начале урока, учиться, достигать успеха, быть бойцом – это трудная задача. Но все достижимо, если приложить определенные усилия. Не останавливаться на полпути. Дерзайте. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok